Привет! Это второй выпуск ВСФ ТОП и сегодня мы находимся в КДХУ, Киевском Державном Фореографическом Училище. Мною, до речи, этого года святкует 70 лет и сегодня мы будем общаться с человеком, который отвечает за художественную часть этого прекрасного места, Набухира Тарада. Здравствуйте, Набухира. Здравствуйте, Набухира. Очень рады наконец-то встретиться с вами и пообщаться на все интересные темы. Давайте начнем с вашего детства. Помните ли вы самый ваш первый шаг в балетное искусство? Ну, помню, конечно. Я родился в балетной семье и я начал балетом заниматься с пяти лет. До сих пор продолжаю заниматься, потому что у меня мама, папа, танцовщики, можно сказать, первыми танцовщиками стали в Японии после войны. В 1971 году Киеве и Киоты стали городами-братьями. И ваши родители стали очень желанными гостями в Киеве, даже открыли парк Киоты. Расскажите, пожалуйста, как вообще появилась идея отправить вас, 11-летнего, на учебу в совсем другую страну, совсем другие менталитеты, интересы и ценности? Я родился в балетной семье, и моя семья активно занималась, чтобы Киев-Киев-Киотов стал поворотимыми городами, и выбрали меня. То есть было неожиданно, за месяц. Как сейчас помню, не знаю языка, не знаю, куда я еду, у меня-то нет никаких родственников, друзей нет. И мне было тогда 11 лет, но я понимал, что моя миссия ехать в Украину, чтобы наши страны стали ближе через классического балета. Как сейчас помню, меня провожала вся страна. Потому что я, наверное, первый, последний японец, учился на госбюджете Советского Союза. А как вы тогда отреагировали в своем детстве? Это было очень страшно и очень интересно. Как вообще проходили ваши первые дни на новом месте? Мне было, конечно, страшно, но мне было интересно. Но я хотел учиться балету, потому что в 70-е, 80-е годы в Японии мужчины балетом практически не занимались. Может быть, я один был мальчик в нашем городе, который занимался балетом. И для многих японцев тогда было очень странно, что мужчина занимается балетом. Но мне это всегда нравилось. Всегда мне нравилось выходить на сцену. И мне было страшно ехать в Киев, но, с другой стороны, я радовался, что я могу учиться в Киевском государственном хореографическом училище. Как прошли первые дни адаптации? Понимаете, это был 87-й год. В Украине я, наверное, один из Японии. Конечно, у меня была любовь и мечта в Украине и попасть в оперный театр после выпуска. И я с первого дня, с первой секунды, я стремился к этому. Поэтому многие меня спрашивают, как тебя могли отпустить в Украину? Как ты жил? И было трудно. Я всегда отвечаю, мне абсолютно не было трудно. Потому что в тот момент все преподаватели относились ко мне, как к своему сыну. И у меня окружение всегда была приятная, теплая атмосфера. Так что я помню свое детство очень теплотой. А преподаватели относились к вам с каким-то особенными чувствами? Или вы были наравне со всеми? Нет, я думаю, ко мне отношение было по-другому немножко. Потому что все педагоги понимали, что я издалека. И относились ко мне очень бережно и трепетно относились. Я как сейчас помню. Какие самые интересные моменты вам запомнились, когда вы только переехали? Возможно, какие-то смешные ситуации? Какие-то очень странные. Можете рассказать что-то? Когда первый раз зашел в балетный зал, увидел в балетном зале 12 мальчиков. Моего возраста. Это Япония. Это невозможно такое увидеть. И, конечно, поэтому мне хотелось учиться здесь. И помню, 1 сентября зашел этот зал балетный. И какой-то мечтой. Потому что я понимаю, теперь я смогу здесь учиться, стать артистом балета. Какие качества и навыки необходимы для того, чтобы стать успешным артистом балета? Работа. Труд. Трудолюбие. Да. Больше ничего. А как же талант? Какая-то предрасположенность? Талант обязательно. Ко мне попадают только талантливые дети. Но таланта это мало. Надо работать 24 часа 12 месяцев. Только работать. Больше ничего. А такой вопрос для зрителей будет интересен. Сколько зарабатывает успешный артист балета? Много, я думаю. Это хорошая профессия и интересная профессия. Можно увидеть мир. Я думаю, сейчас, 90-е годы, артисты балета в Украине плохо зарабатывали. А сейчас артисты балета зарабатывают прекрасно. кто сейчас лидеры на мировой сцене балета? Украинцы, как я вам говорил. Это Леонид Сарафанов, Денис Матвенко, Арина Кожухар, Светлана Захарова, Андрей Писарев. Много. Это лучшие артисты, которые сейчас и есть. Которые, я вам назвал, это самые высокооплачиваемые артисты. Книга, которую написали по вашим письмам к матери и к отцу. Да. Мама, у меня все хорошо. Расскажите, у кого появилась идея ее создать и как вы вообще относитесь к идее показать всю миру, как вы переживали этот сложный период? Знаете, эта идея была моя, потому что я, наверное, первый был японским мальчиком, уехал в Европу. Потому что до меня никто не ездил. Это не только Советский Союз, Британия, Франция, никуда. Я был самый первый. И в 90-е годы еще сложно было японским артистам учиться в Европе. И, конечно, многие родители и переживали за своих детей. и многие самосоветовались как я учился, как я жил. И, конечно, я обязан эту книгу создать, чтобы японские артисты учились в Европе, чтобы родители не переживали, а пускали спокойной душой Европу. И также в моей книге это написано и как бы у нас в нашем доме до сих пор хранится. В 90-е годы было трудно очень время. в Киеве, в Украине и нам выдавали раз в месяц сахар. Но почему-то мне казалось, что в Японии тоже нет сахара. То есть, я 10 месяцев копил этот сахар, положил чемодан и приехал в Японию. Я открываю чемодан и мама смотрит, а что это такое? ну это вам подарок. Что это? Сахар. Почему сахар? Ну, вы тоже наверное без сахара жили через 10 месяцев. Конечно, просто это слезы и все. И этот сахар привез в 88-м году, сейчас в 2020-м году, да? До сих пор у нас в доме есть как памятник. А хотели бы выпустить эту книгу еще раз сейчас? Да, но я думаю немножко попозже выпущу, потому что я всегда хотел, когда буду уезжать с Украины, хочу вернуться в школу как преподаватель. И мне повезло и благодаря многим людям вернулся обратно в училище как в качестве художественного руководителя. Вот именно в этом кабинете мы сидим, балетная школа Атерада, которую создали мои родители и Киевский государственный христианский училище в 74-м году был подписан договор, что они повратимы в школу. Мы с вами сидим, этот договор подписан именно здесь. И в тот момент был художественным руководителем народного артистского Украины Галины Николаевны Кирилловой и моим отцом подписан был договор. И получается история все повторяется. И что я заново вернулся обратно в школу и в качестве художественного руководителя. Мистер Душо, давайте поговорим о Гран-при. Да. Это очень большой конкурс, который объясните своими словами, как вы видите цель этого конкурса мы создали в 2014 году благотворительный фонд ЮВАСиЕФ В 2014 году была революция, помните, было сложное время и в 2013 году я был назначен художественным руководителем и я же думаю, что как же мне поддержать украинских балетных детей и обратился я в фонду, фонд поддержал сразу и пригласили из пяти регионов Украины Киев на три дня. Мы им оплатили полностью, абсолютно транспортные расходы, гостиницы и все и чтобы из других регионов дети могли выйти в Киев и выступить в национальной опере Украины, чтобы поднять двух украинских детей. У нас это получилось и первый год было сорок участников а через год мои европейские коллеги предложили Набахира жалко надо как-то расширить этот конкурс и мы решили сделать его правда у нас назвалось фестиваль но с 2015 года у нас получился уже международный конкурс в 2015 году у нас из пяти странах было а в этом году уже с 11 стран и в прошлом году наш гран-при Киев подтвердил ЮНЕСКО и наш конкурс прошел ассоциацию международного конкурса это очень важно так что наш конкурс теперь является под защитой ЮНЕСКО я всегда приглашаю членов жюри из государственной академии или государственных театрах и к нам приезжают студенты лучшие лучшие студенты и будущие звезды мирового балета такого фестиваля конкурса в мире нет я уверен потому что конкурсов в вашем мире очень много есть три конкурса которые проходят международные конкурсы оперном театре это московский конкурс и парийский конкурс и киевский конкурс наш три конкурса и сопровождает оркестр национальной оперы Украины и мы также участникам конкурса оплачиваем абсолютно все в обычных конкурсах участники оплачивают взносы у нас этого нет и у нас каждый участник получает премии получают летние курсы бесплатные Европу и каждый участник получает подарки и получает стипендии такого уровня конкурса во всем мире нет так что я хочу поздравить Украину хочу поздравить Киев и хочу сказать спасибо всем партнерам кто поддерживает наш конкурс давайте вернемся все-таки к теме родителей у вас очень велики семейные ценности что самое главное в вас вложили ваши родители и что больше всего вы благодарны я очень благодарен своим родителям меня внушили с детства дух самурая наверное и потому что город Киото это бывшая столица культурная ценность Японии находится полностью в городе Киото и мне родители всегда говорили ты не должен забывать что ты родился в городе Киото ты несешь культуру ценности нашей страны и хотя я живу очень долго очень давно но свою традицию никогда не забываю что бы вы хотели вложить в своих детей собственных или студентов также чтобы мой ребенок помнил что японка или японец чтобы не потерять дух японского рода а что бы вы хотели внести для своих студентов для мои студенты знаете я к ним отношусь как собственную ребенку потому что я их вижу 9 утра до 8 вечера я их принимаю возраст 10 лет я их выпускаю 18 лет они все время рядом со мной и стараюсь всегда максимально выделить им время и стараюсь они всегда встречались мастерами и стараюсь наши дети мои студенты ездили по Европе по Азии общались с различными студентами например в этом году впервые истории хореографического училища едем на гастроли в Японию это маду большая дата в нашем хореографическом училище 70 лет и плюс это маду в Японии детняя Олимпиада и мы поедем на гастроли в Японию увидеть весь мир наши спектакли балет капелли так что это агарская постановка да и нам подарил Владимир Малахов это Владимир Малахов это живая легенда танцовского столетия и можно сказать наверное это гордость Украины потому что как Владимир Малахов танцевал и танцует так до сих пор никто не танцует и давайте так назовите для наших зрителей которые скорее всего готовы уже познакомиться с балетом но почему-то этого еще не сделали три первых шага что посмотреть чем интересовать во-первых нужно обязательно прийти театр не бояться если вы зайдете театр уже полюбите балет когда открывается занавес попадаете сразу в другой мир когда начинают барелины танцевать становиться на пуанты ну это красивее я думаю этого мире нет потому что классический танец это очень красиво и очень элитно очень поэтому нужно приходить театр и наслаждаться я уверен кто не был в театре не нужно бояться если попадает человек в театр и этот человек любляется навсегда а с каких историй нужно непосредственно начать с постановок ну я думаю «Лебятина озера» в первую очередь да а еще что я думаю нужно начать с похиты о чем эта история это про любовь значит французский рыцарь любляется цыганку эта цыганка казалась из голубых кровей и у них свадьба про любовь и наверное последний вопрос вопрос это благотворительность вы уже говорили вы сотрудничаете с вашим фондом и всех какое место занимает благотворительность в вашей жизни место это помощь детям нуждающимся как вы пришли к этому у вас это всегда было или в какой-то момент нет нет я всегда это было наверное потому что с детства видео мои родители всегда помогали и помню когда был в 86-ом году авария Чернобыль моя мама купила билет собрал собрал все медикаменты и прилетела Киев и помогала киевлянам помню это в 86-ом году было приехать в 86-ой год Киев это было невозможно это моя мама получила разрешение от посла Советского Союза и собрала все медикаменты прилетела одна не зная языка абсолютно мы принимали украинских спортсменов Киоту и мы делали выставки картин детей Донбасса 4 года там назад мы даже книгу выпустили мы стараемся как-то помочь детям потому что дети это наше будущее все радует многие дети подходят к нам вспоминают очень относятся благодарностью это очень важно и мне кажется ради этого мы живем чтобы помочь другу другу и особенно детям Спасибо это было очень интересно Дякуймо за ваш перегляд ставьте лайк подписывайтесь на наш канал и натискайте на дзвеночек чтобы не пропустить новые выпуски ввести автокс и подписывайтесь